меня частенько спрашивают где же ролики про машину вот сегодня у нас с вами будет сюжет про mercedes гелендваген вот и тогда люди пишут в комментариях а зачем ты снимаешь такие машины друзья а потому что вот это как мне кажется а поинтересней снимать про солярис снимать про ладу весту можно но эти машины стоят в каждом дворе а вот такая машина она по-своему интересно я делал публикацию в stories в инстаграме канала где многие написали что да действительно периодически заходят на доски объявлений посматривают эти автомобили и сегодня изюминка выпуска в том что мы поговорим с владельцем этого автомобиля зачем он ее купил вот знаете есть машины скучные без души и без истории взял один владелец покатался ничего не ломалось все было хорошо продал и пошел покупать все новые а вот такие тачки они с душой они с огромной историей вот эта машина например 2009 года на сегодняшний день официально пробег на одометре 190 тысяч они официально фиг его знает потому что владелец даже рассказывает там если смотреть там был момент что было был зафиксирован пробег 280 тысяч но говорят это была ошибка от страховой в реале 190 тысяч 1 владелец у этого автомобиля был богатый дядька который купив автомобиль отгонял его в германию ему делали оригинальный обвес менсери здесь же по салону идет вставки от менсери в дальнейшем уже второй или там третий владелец менял обвесы все в общем тут историка как говорится можно рассказ и рассказывать я спрашиваю птс есть есть естественно дупликат по факту он четвертый владелец штампов там штук девять почему но естественно вешают номера тут и три семерки были трикола были в общем если так покопаться по истории автомобиля есть что про него рассказать вот что мы с вами знаем про mercedes гелендваген что это неудобная машина на тесная в нем мало места эта машина хреново рулится на дороге на большой скорости вот эта версия будет некомфортно эта машина жрет бензина очень много как правило эти автомобили продаются на вторичке с космическими пробегами у них есть возможность попасть на дорогостоящий ремонт и в машину нужно будет постоянно вкладывать деньги соответственно минусов здесь очень много но при этом глядя на нее зачастую вот именно парни пацаны мужики говорят бы ну хочется я не знаю как по картинке но стоя в живую рядом с ней садясь за руль запуская прогазовывать и понимаешь что что это реально мощь это мужская тачка по факту это вы все знаете военная машина это уазик немецкий но в нем что то есть стандартные вещи типа для как двери закрываются это понятно мы на этом даже не останавливаемся у нас на канале есть сюжет про свежий гелик прям новый который человек купил за там 12 13 миллионов g350 с доп пакетами с завода за бешеные деньги соответственно вот это вот вторичка знакомьтесь или вспоминайте алексей привет кто лёха и чем он занимается чуть позже про это расскажем 3 да мы с тобой в принципе давно уже знакомы никогда мы с тобой познакомились у тебя был pajero спорт тоже с большим пробегом pajero 4 потом ты его продал купил себе nissan patrol большая машина 2011 года 405 сил продаешь ее и покупаешь себе вот эту тачку да вот давай начнем с простого она 2009 года за сколько ты ее купил ровно три миллиона выше на момент поиска это цена какая была там середина рынка вверх это был вверх рынка на то время то есть максимум цена заканчивалась где-то 3 200 ты долго искал там неделю-две месяц нет его искал одним днем то есть открыла сайт поиск автомобиля нашел пару вариантов поехал посмотрел и забрал то бишь ты одним днем решил то что все сегодня должен быть я любому обычно когда такая история начинается хочется сразу к типа а сегодня будет вот про вот это получается ты в рабочей своей до одежде приезжая одежда поехал ну и чё там посмотрели автомобиль покатались не делали никаких диагностик то есть по сути купил как лох грубо говоря без всяких диагностиков не загоняли моего в сервис не пробивали краску толщиномерами и так далее поговорил с владельцем человек очень адекватно оказался сказал машина хорошая вкладывать себе парень в нее не надо ничего езди радуйся я говорю все отлично деньги документы подписали уехали все еду кайфую радуюсь короче было короче получается так что торга никакого не было нет то есть просто три ляма три ляма твоя машина ты поехал вот интересный момент сам владелец отмечает что покупал автомобиль самого не щупал не проверял хотя отдал за машину 3 миллиона рублей друзья все кто сталкивается в со вторичкой зачастую нарывается на людей которые рассказывают да все новенькое ничего не красилась не билось вот смотрите у меня в кармане есть хвостик вот такой я за него тяну опана толщиномер от компании корсис вещь стоит доступных денег элементарно работает мы его включаем с вами начинаем смотреть легкий ну тачку капот 485 430 что это значит это что капот крашен где-то даже накинута шпакля если походить вокруг машины пощупать ее можно увидеть что например эта дверь вот 82 микрона 125 81 короче простой прибор может дать вам возможность сразу понять делались ли что-то с автомобилем красился накинуто шпакли и это для вас спасение потому что кто-то вас может обманывать а вы можете проверить сами то же самое когда вы покупаете новое автомобиль есть порядочные дилеры где вам скажут капот крашен но мы вам за скидку делать не будем а есть непорядочные которые что-то покрасили вам об этом не говорят но вы покупаете новую машину здесь большой потенциал по настройкам по возможностям все их перечислять не буду но сам факт того что прибор удобный я его купил получается почти год прошел на одной батарейке он работает лежит время в машине достаешь все безукоризненно есть возможность здесь специальная включить режим и вот подобные вещи да вот вот на гелике как раз проверять здесь красилась не красилась но этой серии когда вы прям хотите досконально изучить весь автомобиль очень полезная вещь для автоподборщиков да и собственно для любого из вас применение она элементарно один раз выставили настройки лежит инструкция и пожалуйста проверяйте автомобиль ссылочку оставлю в описании все те кто присматривается к авторечке вот этот прибор себя купит поэтому смело вам рекомендую карсис толщиномер дпм 816 про ждет вас пользуйтесь на здоровье купил ты ее в прошлом году в мае в мае скоро будет почти год какие были потом в дальнейшем вложения ты же загоняла потом на сервис недели через две до загнал сервис посчитали подвеску в районе 100 тысяч рублей это было ну наверное ошибочное решение потому что потом я отогнал еще в другой сервис и соответственно к своему другу все посмотрели все четко в машине то есть по подвеске тут как таковой подвески в глинтвагене нет тут самые главные агрегаты это мосты и соленблоки все тут нету рычагов ну такие как много рычажки и так далее то есть очень простая схема и соответственно подвеска оказалась на 80 процентов в хорошем состоянии то есть ездить можно ничто не гремит ничего то есть сухого саленблоков нету а 100000 ты говоришь в итоге ты вкладывал и нет я не стал клады потому что подвес хорошем состоянии но на всякий случай я просто купил саленблоки весь комплектом не обошелся порядка двадцати по моему пяти 27 тысяч полностью все саленблоки просто нету времени их поменять их и не нужно менять просто нужно найти время для самоуспокоения чтобы было еще лучше отчеты по автомобилям смотрел до один раз посмотрел то есть мне касательно интересно было пробега пробега у нее то есть шел равномерно потом был скачок на 280 и дальше то есть он упал и также равномерно пошла история как сказал владелец то что это ошиблись в страховой но у меня уже такая машина стоит грубо говоря поэтому все уже эмоции зашкалили я на это даже не смотрел взял прикольно но потом в дальнейшем когда ты смотрел по состоянию в принципе плюс-минус пробег там у реально поднищу поднищу да по салону да то есть нету затертости ни рулей не про протертых но никаких дтп за машина не зафиксировано одно вот это в крыло в парку машина стояла во дворе и он сдавал задним входом и въехал в хендай в этой части да в этой части а все остальное все остальное якобы в родне но он все равно и скрашенный под капотом у нас атмосферный мотор в 8 g 500 388 8 сил легче за мотор в чем его особенности какой-то он необычный мотор нет не то что необычный просто многие думают то что то есть g500 это значит 5 литров да это были такие варианты машина до 2008 года там было атмосферные 5 литров и 8 также в данном случае тоже g500 но самого сам объем двигателя он идет уже 5 и 5 атмосферный 388 лошадей вот в принципе проблем по нему нету а вот ты его специально хотел именно такой или просто так социально такой искал его потому что по другим на там вариантов ты немного там только дизель получается а дизеля они как правило дешевле это одна из низких машин который бензин дороже дизеля ну и самое главное что у этого бензина офигенный просто-напросто звук но который можно отдельно да там как говорится респект дать мерседесу потому что вот эти версии амг с выхлопом друзья но вы сами прекрасно понимаете лег сколько он ест в реале летом мне кажется литров 17 18 зимой 21 это в среднем смешанном так не спеша но если 25 27 25 20 на баг здесь сколько 100 лет 98 литров но горловина 2 литра может быть 100 литров а ты какой бензин сальве 95 и нормально да разгон у него примерно 0100 разгон 61 61 мерил ты его не не мерил то есть у амг версии 63 5 и 4 разгон у этого 6 и 1 они по сути практически также стоят если брать поколение с 12 года там плюс-минус 300 500 тысяч рублей с амг версия потому что разница в разгоне практически небольшая кто быстрее нажмите просто педаль газа тот и уедет но зато меньше расход нету турбин и побольше надежности налог соответственно но никаких жоров масла у тебя там ничего нет нету все нормально нету я всегда четко за этим свяжу то есть у меня и тряпочка здесь это старая привычка такая иногда раз в неделю когда проверить надо ну по и конечно все правильно делать с точки зрения динамики газ пол как машина себя вообще в реале ведет когда-то вот так вот и ловить как рассказали к не такого нету такого нет но за счет того то что постоянно полный привод соответственно прям передние колеса сразу проскальзывает чуть-чуть то есть мощность нет ловить не надо до 100 километров машина ведет себя шикарно а то мы же с вами все все знаем у нас ни у кого геликов не было но мы знаем что это машина плохо держит дорогу на скорость короче можно сидеть и рассуждать как она едет потому что обзоров то на них полно но в реале вот отзыва владельцев живых мало как правило это вот но потому что на ней можно навалить потому что стоят объемные моторы это то есть не как там на пожару или на крузаке дизеля там четырехлитровые которые там едут порядка 10 секунд все-таки ну здесь и версии в 12 есть и так далее поэтому они хотят наваливать и люди которые пересаживали седанов на мг версия были но не рулится но понятное дело не будет рулиться потому что там скоростью идут уже за 160 километров грубо говоря сколько ты вообще максимально разгонял 225 225 ну и как ощущение ну в салоне очень большой гул говорит вот это вот шел по мне вот и не было было радость и все радость да мне кажется просто реально мне кажется 220 на нем это очень страшно на нем будет ехать а клиренс здесь примерно а я даже не знаю честно друзья клиренс здесь там 200 чем-то вы я думаю 40 плюс-минус вот сейчас зим зима такая снежная прямо вот ты еще за городом получается живешь у тебя свой отдельно домик то бишь вы к выезжаете кайфуешь то от того что снежок мне кажется вот сколько внедорожников у меня было это прям один из лучших и для тебя это даже по своему какая-то такая вот детская может быть мечта добыла ты завтра на руках купил до автомобильная детская мечта получается так я так думаю то что знаешь сколько разговоров до было вот бы гелик взять вот бы да ну нафиг фигня кто говорит тоже фигня но все равно он приезжает все оборачиваются смотрят обсуждают эту машину потому что все таки ну один из культовых автомобилей практически там сколько он 78 года на конвейере практически в таком же кузове как он и есть там да еще делали рестайлинги там с крыльями и так далее но тем не менее друзья компания mercedes вот реально да вот ведь как смекнули что по сути уазик вот стал популярен в определенных кругах и они просто взяли умножили цену там на 5 и его же берут вот новые версии сегодня там g63 там не за 65 они тридцатку могут стоить я иду по городу я вижу что настоящий не в шильдик реально дадумал ешки матрешки 30 миллионов стоит машин я думаю охренеть блин ну самый дорогой mercedes в линейке это g-класс получается так слушай лёг всякие вот эти вот вещи типа тут запутевает это даже да это даже новый ряд я новую купил ну потеет и потеет господи она по-моему стоит 2000 рублей что ли 2 что одна штука 2000 рублей машина стоит 3 миллиона по факту ты даже сейчас и может такие же деньги а можно даже дороже это же машина есть вот это давай слушай а ты хорош ты хорош в общем и вы сами прекрасно знаете что какой-нибудь просто убитый ушатанный гелик года там 96 98 если он просто едет он может стоить там 700 миллион рублей до 700 нет но от миллиона до ну сейчас будет трехдверный какой-нибудь просил куда я приехал на гелике там даже приколы были когда еще разница получается даже вот из 98 года если вот так же весь приодеть и затонировать разницы внешне никто не увидеть не поймет но только если суппорта там колеса тоже до хрена решает у тебя колеса вы гляньте просто от вас близих показываем это просто реально чувствуется что действительно шикарная такая мужская машина ля-ля-ля тополя залази легка присаживайся к себе в машиночку друзья 2009 год подчеркиваю обвесик у нас уже другой но по салону это еще менсоре лег расскажи пожалуйста ну давайте звонить не будем даже по на не бухтела перебивочками вам все детально покажем что в машине есть по фишкам значит подогрев сидений у нас есть до вентиляции смотри вентиляция сидений подогрев чего это лобового стекла лобового стекла блокировки их тут 3 до строя не настоящие да все работают абсолютно то есть все что здесь есть я работаю испытывал все работа центральный замок да это кто у нас это отключить датчик объема а это я и до сих пор особо не знаю на многие ребята напишите в комментарии что это такое дальше нас идет магнитола ну обычный до радио и тогда да да а сюда обычно будет другие до втыкают так это есть другая другая но она как бы практически штатная такая же но вот купил хочу ее поменять то что она как бы навигация работает они до работы все но хреново да но это android очень старый видосики наверно можно даже смотреть да слушай но неудобно сделал да прям сильно внизу сильно внизу а тут по-другому компоновку только со следующих рестайлингов пошел здесь монитор были слушать прямо только на днях друзья вспоминал то что как какое-то видео посмотрел что стояночный тормоз ручной блин а думаю так и вообще забыл когда у меня даже него никогда не было на машинах что-то начал вспоминать на мазе на портре я ездил на мазе у него же электронный был на портре я на хендайка ездил там вот он был такой блин так это прикольно оп подъехал я не пользуюсь значит у нас получается коробка чисто драйв ну и можно там в ручной режим правильно да но здесь даже спорта не до режима короче так для поиграться это что назад этого баста штатная да это понижайка пони понижайку слушай ну когда садишься поначалу да вот в чем там такой жирный плюс очень классная обзорность обзор все квадратное сзади все видно несмотря на то что даже сзади висит это колесо все видно зеркала большие старая компоновка автомобилей у них еще тоненькие стойки вот эти вот на новых они прям большие и так далее с аэробегами под руку может быть жестковато на дальняк но поначалу вроде бы неплохо но уверен что будет жестко он тесный те реально тесно сидим вот друг с другом грубо говоря вот сзади оператор сидит у нас парень не здоровый но все равно он уже прям может сказать в притычок сзади подлокотника на g-классах нет подлокотника нет от его семьей когда ездил а я не вижу есть мы не ездим люк есть а люк есть и болезнь вот такой вот а и болезнь на всех гелендваген соответственно провисший потолок да потому что здесь квадратной формы и центр он все таки слушай ну вот отсюда когда я все пробовал там делать для того то что не холодно то отсутка ты едешь зимой мороз нормально нет 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 окну здесь это у нас управление до всеми делами слушай ну что тебе вообще по интерьеру в целом вот поясина при того же самого патрола патрол то он так намного шикарно солиднее когда что выглядит и побогаче мне кажется он местами что сказать им она не хватает то есть но чуть-чуть чтобы на рпо современнее было то есть года уже берут наверно свое то есть вот это вот вся архитектура тех годов но в принципе это классика это россыпь кнопок настоящий шпан дерева и так далее готовы в начале выпуска я сказал что многие лёху знают у него шильдик на машине есть наклеечка авто 3000 как мы с тобой познакомились еще в далеких там 2017 наверно году ты занимался полировку у себя дома даже сам все лично делал лёха мне написал мол приезжай полирну сделаю хип чистку салона все как положено я остался доволен и самое главное что ценник у лёхи это просто смех там 18 тысяч рублей за все а сегодня так же у тебя остается к сожалению да прикол представляете при этом тогда многие писали что вы друзья вдумайтесь за 18 тысяч делаешь полировку кузова наносишь керамику делаешь химчистку салона что там еще антидоршное лобовое стекло да вот все правильно да полный комплекс когда многие узнали его там сказать так скажем конкуренты или там соклубники по подобному бизнесу все сказали тоже такого быть не может а у него свое помещение поэтому просто не в аренде сейчас ты в аренде да и цена такая же цена такая же но на отдельную опцию там на химчистку на 1000 рублей подросла на полировку также друзья воспринимаете как рекламная нативная интеграция но все клёхи реально ссылочку на него оставим в описании выводим вам их работы парни все делают я постоянно его клиент сам лично отгоняю машину лёха дело за него могу ручаться лег собственно занимаясь вот этим бизнесом как долго седьмой год получается ты за это время ты потихоньку своим честным трудом скопил денег и вот уже дошел до гелика да все верно такие скажи пожалуйста что было по вложением реальным по реальным вложением именно технической части что касается я ездил довольны все было хорошо но в какой-то момент при торможении начал такой стук небольшой то есть вкратце поменял промвал потому что на этом машине стоит три кардана два основных соответственно я один такой между коробкой раздаткой небольшого размера стоимость его 55 тысяч рублей за бу версию но бу версия как новая то есть перебраны полностью все сальнички резиночка сделаны это первое а второй момент друзья знаете вот чем вот интересно вторичка вот опять же легка сам это отмечает что блин немцы все равно стремно потому что однажды ты приехал на работу а у тебя пошел дым до пешей лан или да да пошел дым из-под торпеды из дефлекторов печки произошло маленькая короткое замыкание как сказали в сервисе это перетерся провод между сиденьем на вентиляцию кто не в теме кто не понимает это может так вот машинку заглушить уйти работать прийти а у тебя стоит уголек тут и вот 3 миллиона улетели в трубу до соответственно ты это прекрасно понимала ты сразу занялся вопросом проводки да конечно менять грубо говоря сколько денег ушло и сколько времени заняло заняло 9 10 дней 70 тысяч рублей вот я считаю на самом деле не дорого потому что я думал где-то на 120 плюс-минус будет потому что такая машина все сервисы эту машину не любит куда ты не приедешь там либо ценник x10 будет сразу либо мы поднимать не будем потому что здесь рама очень совмещена близко к центру поэтому она шатается на подъемниках ее нигде не любит в полировках не в сервисах полировки та же самая история даже вы занимаетесь сложная машина казалось бы простые формы но я про это много говорили пленкой оклеивать да это замудыхаешь конечно слушай лёха а вот получается 70 плюс 50 120 масла сколько это вообще в среднем то на нее стоит масла то ну где-то то есть получается в мотор в районе 8 тысяч рублей с фильтрами с маслом и так далее но я меняю масло каждые 2-4 тысячи а зачем так часто 2-4 да но у меня рядом прямо с работой экспресс замена масла когда нечего делать покупая масса иду менять прикол слушай а фильтра салоны там все поменено все сделано в районе это порядка как и у всех машин там кстати салоны воздушные фильтра их тут два под капотом большие причем 1000 рублей сколько ты проехал на нем с момента покупки сто семьдесят было сейчас 190 20 тысяч 20 тысяч лобовое менял пока что нет а она у тебя встречна нет она не встречна слава богу но тоже читал раньше то что прямо это как расходный материал у них идет твои вот минусы автомобиля что ты можешь отметить что тебе за это время вообще не понравилось что в нем плохого минусы автомобилей до сих пор то есть есть такое внутреннее подсознание как надежность но там mercedes и так далее и соответственно хотелось бы там адаптивный круиз-контроль чтобы машина сама тормозила ехала вот в принципе наверно все то есть грубо говоря ты только переживаешь она может отрыгнуть что-то и это будет дорого чиниться да я расскажу как с патрулем да до этого был патрол но это как инфинити 56 только nissan роскошная шикарная машина прям как асфальтная яхта все круто все круто и адаптивы там были и сама подруливала на и мониторы камеры 360 и так далее то есть ну намного круче автомобиль чем вот этот вот если подходить с резовой головой то есть брать для жизни машину и так далее гельдваген я так думаю это не как машин средства передвижения как аксессуар наверное то есть дорогой аксессуар просто игрушка поприкалываться поесть вот так вот а ты на дальнее расстояние хоть раз я ездил я петербург я ездил одним днем туда-обратно не спал ничего я ехал с улыбкой мне все нравилось прям эмоции кайф но тебе 30 лет у тебя как бы спина пока ничего не болит нет 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 но многие говорят как бы от проездил на нем целый день как будто из руля камаза вышел я не знаю это наверно к вопросу не ездил тут очень много релегировых сидений они удобные это конечно прикольно слушайте первое что бросается в глазами такое ощущение было как будто сидение прям вообще максимально вверх подняли но при этом над головой очень много места это я к тому что посадка здесь ребята но реально очень высокая но это за счет наверное военной компоновки как я слышал был такой момент то что одно из главных особенностей чтобы когда ехали военные или другие спецслужбы чтобы винтовки стояли в полный рост ну наверно да сюда можно поставить их или заняты друзья первые эмоции вот здесь это прям 1 как будто бы я сел за руль какого-то камаза ну реально это не гражданская машина однозначно особенно с этим выхлопом он по идее штатный этот выхлоп или его тоже как отрабатывать он доработанный полна работа до замороченный какой-то как вам звук слушай нот на перспективу к постоянно за рулем видишь здесь же нет никаких настроек там заслоны закрыть нет он постоянно так не болит от него головато нет не болит честно не болит мне нравится многие говорят то что можете надо есть там сделай потише и так далее возможно в будущем я это сделаю может я его и продам уже будущем не знаю что будет дальше но на данный момент как он есть мне нравится слушай лёху неплохо в целом так рулится вот на небольшой скорости в городе то бишь как бы я сначала когда села я думал более сейчас как-то может быть некомфортно будет но вот так вот по знакомому мне маршруту я еду да нормально друзья подчеркиваю машина специфическая засрать ее можно на раз-два ее можно восхвалять на раз-два у нее своя душа отдельная история у этого автомобиля поэтому но прикольно тяга хорошая но он конечно прядь прям и нужен пердит ну да какой тут такой юношеский кайф да все верно не хватает то что подстаканников нормально потому что один вот он подстаканник он железно-механический второй здесь и все то есть мало органайзера ну можно использовать как подстаканник до мало то есть органайзеров для каких-нибудь там телефон положить там воду то есть у меня вода для задних пассажиров она там лежит соответственно то есть такие вот моменты чтобы руль был повыше потому что это максимальное положение то что количество спидометра не видишь ну смотрите мы сейчас поворот заходим но он кренится он высокий он прям чувствуется крена его то есть сейчас прям сильнее дело то есть ты уже прям по машине будешь кататься короче тачка вот так и говорят первые эмоции такие что она брутальная по внешнему виду мягкий довольно таки тормоз то есть прям не вот он не резкий короче по прямой на ней неплохо ездить по прямой да но в городе эта машина тоже шикарно потому что высокая посадка обзорность тоже на нем шикарно и он маленьким коротким короче даже по ощущениям то есть не такой уж он какой-то громоздкий вроде там типа гелик внешне он большой внутри он маленький габарит его чувствуешь сразу быстро слушай лег ну вот зимой ты конечно кайфуешь поехать заехать на самому интересно если по делам пришлось потом какой-нибудь дворик замотаться куда-то за город вы это очки да но да я уже специально ездил даже специально в поле как он шикарно что я просто оказывается газу побольше даешь и все блокировки все включал все работает все работой все включал но застрять все равно реально и блин везде нужен опыт как говорится конечно можно чего угодно из я не да я не специалист то есть гелендвагенах я особо не знаю вот техническую часть чтобы то есть многие вопросы сейчас так будут не знаю я вот купил то что хотел вот так вот наверно сказать слушайте друзья машина специфичная с точки зрения того что ну нужно привыкнуть как бы недельку я думаю покатаешься уже к тому как отзывается руль привыкнешь поначалу естественно мне после седана как бы такая некомфортная машина с точки зрения ковалка насильно но покатавшись круто использовать по мне может как второй автомобиль знаешь когда куда-то надо выехать там за год или просто с удовольствием прокатиться попердеть так сказать на весь город потому что я это отмечал что когда ты идешь по улице кто-то проносится рядом она может быть не нравится тебе как человеку да когда за рулем сидишь это отдельная история об этом забывается просто да 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 то что есть вокруг люди спят также и так далее да неплохо 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 слушай ну когда ты едешь все смотрит народ рассматривая до 80 процентов до пацаны да у дети очень любят гелик да да дети особенно там если вот я заметил сам что от дорогих машин вообще от любых от брутальных они в них во первых разбираются в целом они понимают что к чему и они привод именно испытывают неподдельные эмоции то у них нет зависти у детей они усвоят на я настоящий эмоции когда я ездил x67 заезжал во дворы были молодежи о блин вот эта машина слушайте тяга есть мы его не будем естественно испытывать на предмет того сколько он разгонится в реале как он там все на дороге держит здесь все понятно тем более на улице зима а мы в первую очередь за безопасное вождение но прикольно то что крена есть но понятное дело это марана какого года естественно ну и тормоз такой знаешь тоже привык на такой медики надо не резко габариты здесь именно вот передняя часть чувствуется очень хорошо за счет поворотников но опять же таки есть стоит расширители арок то иногда можно и задеть они забываются куда совсем правда в узкий но в макдональдс подъезжаешь например да но двери конечно это пипец вот закрывать это прям действительно прям нужно силу прикладывать некоторые девчонки хрупкие покупают их катаются на них по городе еще вот регулярно можно девчонок увидеть нравится и машина багажник у нас дверь но реально очень тяжело ни хера себе ты глянь как я его открываю вот так вот да ну видно да сразу у лёхи детейлинг все вылезано ты специально что ли напидорил к нашему съемке всегда так ну вот видите друзья вот после таких владельцев машину покупать одно удовольствие придешь смотреть все чистенько аккуратненько но он очень тяжелый вот эти вещи там да где-то ржавение еще что то мы про них даже не говорим это просто избитая история это все само собой понятно это древние технологии место достаточно сабвуфер есть можно музончик включить но я не представляю когда знаешь такая маленькая девчонка там килограмм сорок как она будет эту дверь открывать закрывать блять ни хера себе вот так вот короче с этой машины реально можно привыкнуть к тому что домой будешь заходить дверьми хлопать везде будешь дверьми хлопать потому что у тебя гелик интересный момент колеса двадцать первого радиуса на шины большие вот как вы думаете за сколько он их купил за 40 тысяч рублей 2018 года просто шины и человеку отдали их вот по такой цене друзья назад садится я не представляю знаете вот говорят да машина там военная специально там место есть для ноги а по факту или записать спецназ сзади сесть и раз когда люди передвигаются на такой машине с охраной я думаю как они там сидят эти вот быки здоровые мужики накачаны сесть невозможно вот я залазил потихонечку да ну вот в таком формате еще вроде как место есть вот здесь спинка так сделано слушай на самом деле ты не так уж и плохо как поначалу кажется это если передняя откинется назад там развалится то будет уже наверно тесновато но так в целом я даже не ожидал обычно все жалуются что мало места но вот в данном случае да нормально передвигаться по городу можно кнопочки конечно это отдельная история как это все сделано блин все такое вот мужское папиросу покурить ваше мнение высказывайте в комментарии на мяком просьба вот не накидывайтесь никогда на владельцев машин чего вот вы некоторые начинаете оскорблять хамить о это то это все он купил машину на свои деньги он их честно заработал зарабатывать трудится нравится машина взял не жалуются не жалеет не сожалеет по честному рассказал про проводку про то как купил машину все в открытую поэтому смотрите делайте выводы анализируйте купил бы я себе такую машину вот не знаю так конечно там наш на на зиму бы ее взять или там на лето покататься с удовольствием такого чтоб я прям на ней хотел вольнуть да не знаю после того как прокатились как бы я скорее всего на ней бы ездил бы не спеша по прямой где-то конечно там имея возможность ускориться прогазовывал бы чтобы послушать звук выхлопа в остальном машина историческая по-другому тут и не скажешь добавить не больше нечего все полезные ссылочки остаются в описании ставьте лайк подписывайтесь на канал потому что дальше будет больше роликов на разные темы включая автомобили у кого есть тачка есть желание в таком же формате поучаствовать почта и все контакты со мной в описании присылайте интересные истории будем снимать будем делать интересные видеосюжеты до новых встреч всем пока пока